Помогите спасти ребенка с такой просьбой. К горожанам обращаются не только родители малыша, но и врачи 5-й городской больницы. Данилу Любинецкому почти два годика. В тот день родители собирались нагреть воду, чтобы покупать ребенка, ведь горячей воды в районе нет. Теперь приходится искать средства на лечение, ведь 70% кожи ребенка в ожогах. Ребенок игрался в коридоре и недалеко от стола стояло ведро с кипятком. Мы собирались с ребенка купать, готовить к сну. И получилось так, что он полез на стол за бутылочкой. И как-то шатнулся стул, и он отлетел, получается, и упал в это ведро. И он очень стал плакать. Мы сразу начали ему оказывать первую помощь. Состояние ребенка тяжелое. Ожоги у ребенка 3-й А, 3-й Б степени. Туловище верхних и нижних конечностей промежности общей площадью до 70%. Планируется на завтра, а дальше оперативное лечение. Значит, завтра будет произведена частично некорректомия с ксенопластикой. То есть начинаем убирать омертвевшие ткани. По словам главврача 5-й горбольницы Сергея Завгороднева, состояние Данила сегодня стабильно тяжелое. Спасти ребенка можно, ведь с ним работает квалифицированный медперсонал. Но такое лечение с пересадкой кожи стоит очень дорого. Лечение таких пациентов очень дорогостоящее. И я хочу обратиться ко всем жителям и города Запорожья, области, Украины. Не семья, не бюджет нашей больницы. Его не будет достаточно для полного излечения ребенка. Предстоит длительное лечение. Оно будет длиться минимум месяц. Мы обратились в благотворительные фонды, которые обещают нам помощь, чтобы закупить ксенокожу для дальнейшей трансплантации. Помочь ребенку можно, перечислив деньги на расчетный счет, который вы видите на экране. Также медики обращаются с просьбой сдать кровь на лечение Данила на станции переливания крови на базе 5-й городской больницы. Сдавать кровь нужно для Данила Любинецкого.